Один из наших подразделений, ПГС Гузелезный, поступила информация о том, что они со своей вышки в определенном азимуте увидели задымление. Поэтому сами они на такое расстояние не видят, они просят нас посмотреть, есть ли там это задымление или нет. Съемка сюжета об организации ПОЖЛЕС началась с сообщения о задымлении в деревне Агапова. На самом деле так и выглядит обычный день диспетчерского пункта. Практически постоянно им на телефон приходит сообщение о наблюдаемом задымлении в одном из районов Рязанской области. Говоря простым языком, задача инженера по дистанционному мониторингу – это отреагировать на вызов. В распоряжении у диспетчерского пункта 30 камер видеонаблюдения с большим разрешением и углом обзора в 360 градусов. В данном случае звонок поступил от одного из подразделений ПОЖЛЕСа. Сотрудники также сообщили и азимут, поэтому найти нужную камеру труда не составило. На большой экран вывели изображение. Это костер, который разжег местный житель на своем участке. Однако в настоящее время в области особый противопожарный режим. Жечь ничего нельзя. Диспетчер сообщит в подразделения и в отношении собственника примут необходимые меры. На решение этой задачи ушло меньше трех минут. Именно для таких целей и был создан региональный пункт диспетчерского управления. Он появился в 2011 году, после печально известных пожаров в 2010 году. Основные задачи регионального диспетчерского пункта нашего Рязанской области, Министерства природопользования, это в основном сбор информации, анализ ее, предложений для нашего руководства по тушению возникших пожаров. Плюс ко всему, это координация действий всех лесопожарных формирований при возгорании в лесном фонде. Все, что находится в распоряжении диспетчерского пункта, можно увидеть на большой карте. Синими огнями обозначены видеокамеры, желтыми – пожарные вышки, а красными – развернутые пожарно-химические станции. У камер видеонаблюдения особое расположение. Они расположены таким образом, во-первых, то, что система видеонаблюдения организована, она видит все. И пожарно-химические станции расположены по всей области, то есть они имеют, можем сказать так, время подскока очень маленькое для того, чтобы быстро среагировать на какое-то возникшее возгорание. Все камеры автономны. Они реагируют на дым и движение. К сожалению, она реагирует и на птиц, воду и тому подобное. Поэтому, когда камера замечает, по ее мнению, пожар, то раздается специальный сигнал, а предполагаемое место на изображении выделяется красным квадратом. Если где-то мы видим возможное возгорание, мы стараемся определить координаты этого возгорания, населенный пункт, размеры возгорания, и послать туда помощь или мониторинг, чтобы люди посмотрели, что там горит конкретно. Если требуется вмешательство, то мы посылаем туда наши пожарные машины и тушим пожаром. В 2016 и в 2017 годах из-за правильной работы диспетчерского пункта не было зафиксировано ни одного возгорания. В 2018 было зафиксировано 7 возгораний на территории свыше 4 гектаров. Пожарные совершили 205 выездов. Выезд ни в коем случае не приравнивается к пожару. Чаще всего это мониторинг обстановки. Пункт диспетчерского управления оборудован системой ГЛОНАСС, которая позволяет увидеть всю технику пожлеса. В труднодоступных для тушения пожаров местах оператор корректирует движение транспортных средств. Также здесь есть и система радиосвязи. Буквально все, что существует из средств связи, есть в этом пункте. У нас сейчас организована группа авиамониторинга, будем ее так называть, которая уже имеет и квадрокоптер, и беспилотный летательный аппарат. Один из главных помощников при мониторинге обстановки на месте – это квадрокоптер. В тушении пожара он пока участия не принимал, но регулярно проводит разведку местности. Подобные кадры сняты как раз с применением квадрокоптера. Сейчас он совершает тренировочный полет. На вооружении у сотрудников пожлеса находится и другая техника. Как они сами ее называют – тяжелая артиллерия. На каждый пожаре обязательно выезжают три транспортных средства. Патрульный автомобиль на базе УАЗа, пожарный автомобиль и трактор МТЗ-82, у которого важная функция – создание минерализированной полосы. Все пожары, абсолютно все пожары на территории области, неважно, они ликвидированы с помощью средств, с помощью проливки водой, мы обязательно опахиваем, дабы не допустить дальнейшего распространения этих пожаров. Вся эта техника служит для того, чтобы локализовать пожар и расчистить пункт для автомобилей специалистов. Например, этот большой нож. Этот нож для прокладки минерализированных полос шириной более трех метров, для строительства дорог во время пожара, для прохода в завалах. У сотрудников пожлеса есть своя терминология – техника первого и второго хода. Первый ход – та техника, что выезжает в первую очередь. Она проводит мониторинг и оценку местности. При обнаружении пожара сотрудники занимаются его ликвидацией. Техника второго хода, как, например, пожарные Уралы, помогает в том случае, когда огонь разгорелся до определенной площади. В разгар съемок сюжета на рацию сотрудников поступил вызов – пожар в области. Специалисты отреагировали моментально. Они уехали на технике второго хода. Получается, что рассказ о работе сотрудников пожлеса начался и закончился со срочного вызова. Правда, если вначале это был всего лишь костер, то сейчас – настоящее пламя. Для сотрудников это 206-й выезд на территорию. Для нас – первый. То, что обычные люди расценивают как риск и подвиг – здесь обычная работа. С утра вышли на работу, и весь светофой день они готовы к своей работе в любое место, в любую точку Рязанской области. И как вот жить, работать с этой мыслью, что ты ежедневно борешься со стихией? Так живем же. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.